ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди членов регионального отделения партии «Единая Россия». Трагическая история страны. На конкурс скульптурных работ, посвященных памяти жертв политических репрессий, представлено 8 авторских работ. Тут надо технически. Определены победители выставки изобретений молодых рязанских инженеров «Рязанские кулибины». Ну а теперь во всем подробнее. В пятницу губернатор Рязанской области Олег Ковалев встретился с хоккеистами хоккейного клуба «Рязань». Напомним, что по итогам нынешнего розыгрыша в высшей хоккейной лиге рязанцы заняли высокое шестое место по итогам регулярного чемпионата и сумели выйти в плей-офф. И еще большое число молодых хоккеистов нашей команды вызывались в университетскую сборную России для участия в универсиаде в испанской Гранаде. Кстати, там в Испании национальная сборная страна оказалась сильнее всех остальных студентов-хоккеистов, завоевав золотые медали универсиады. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев наградил спортсменов рязанского хоккейного клуба «Рязань». Наши хоккеисты успешно выступили на универсиаде в Испании. Ведь именно на базе хоккейного клуба «Рязань» была собрана университетская сборная России, главным тренером которой стал главный тренер рязанской команды Вячеслав Уваев. И выступление на универсиаде в испанском городе Гранда получилось триумфальным. Наша команда заняла первое место. Причем поочередно и довольно уверенно наши ребята переигрывали сверстников из других стран, включая канадцев, с которыми они столкнулись в полуфинале. Ну, молодцы, проявили себя, проявили характер, волю. Я так думаю, что и тренерские установки выполнили в полном объеме, наверное. Ну, в большом проценте, в большом проценте, в полном объеме трудно выполнить. После официальной части церемонии награждения спортсменов глава региона побеседовал с командой. Но перед этим тренер ХК «Рязань» Вячеслав Уваев сделал ответный подарок и вручил Олегу Ковалеву именную форму игрока клуба с первым номером. В этом году хоккейный клуб «Рязань», к сожалению, в серии 1-8 финала плей-офф не смог переиграть Тюменский Рубин и выбыл из розыгрыша чемпионата высшей хоккейной лиги. Впрочем, нынешний сезон, особенно на фоне неудач последних лет, для рязанских спортсменов получился довольно успешным. Все-таки высокое шестое место по итогам регулярного чемпионата. Выход в плей-офф и участие большого числа хоккеистов в Универсиаде – это явный прорыв в развитии рязанского хоккея, который благодаря поддержке в том числе региональных властей активно развивается по всей области. Сейчас в планах постройка закрыты литовые арены в одном из крупных городов региона. В четверг стартовало предварительное голосование членов партии «Единая Россия». Такое обсуждение кандидатур перед их последующим выдвижением на предстоящих выборах проходит регулярно. Сейчас начался отбор среди тех членов «Единой России», которые представят партию на сентябрьских выборах в Рязанскую областную думу. Ну а пока на пятничном заседании комитета по проведению предварительного голосования утвердили выборщиков. В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось первое заседание оргкомитета по проведению предварительного внутрипартийного голосования. Напомним, что на региональном полицовете было принято решение об утверждении данного органа. В состав организационного комитета входит 15 человек, в числе которых представители различных сфер деятельности и общественных объединений. Возглавила комитет Инна Калашникова, руководитель областного профобъединения. Вся наша деятельность оргкомитета направлена на то, чтобы определить достойных кандидатов в депутаты Рязанской областной думы 6-го созыва. Для этого будет проведен народный праймерис и каждый житель, проживающий зарегистрированной, вернее, на территории Рязанской области, сможет через свой избирательный участок отдать свой голос самому достойному, кого он сочтет кандидатом в депутаты. В состав оргкомитета также входят и представители молодежных организаций. В их числе председатель одной из них Игорь Дрожжин. Выбор позволит молодежи принять участие как в самом проведении праймерис, так и в их организации. В обязанности комитета входит осуществление процедур проведения предварительного отбора будущих кандидатов в депутаты Рязанской областной думы 6-го созыва. Добавим, что свои заявления претендентам необходимо подать в региональную приемную партии «Единой России» до 26 апреля. За консультацией можно обратиться в местное отделение и общественные приемные партии. На этой неделе продолжилось широкое общественное обсуждение темы, связанной со вступлением в силу очередных поправок в закон об обязательной автогражданской ответственности. Какие конкретные изменения ожидают всех российских автовладельцев, подробно расскажет Алена Куколева в рубрике «Экономических новостей». Здравствуйте! Базовый тариф стоимости полиса автогражданской ответственности с 1 апреля этого года увеличится как минимум на 40%. Однако единовременное повышение может стать еще серьезней, так как каждая страховая компания вправе поднять цену автогражданки до 60%, то есть в рамках так называемого тарифного коридора. Таким образом, Центральный банк пытается ввести конкуренцию на рынок страхования не только по качеству предоставляемых услуг, но и по цене. Новые тарифы ОСАГО по всей стране вступят в силу с 12 апреля. Как утверждает Центральный банк, у роста тарифа есть несколько объективных причин. На самом деле повышение тарифов на ОСАГО связано по нескольким причинам. Самое главное, с 1 апреля увеличатся страховые суммы по выплатам по жизни и здоровью и изменяется порядок выплаты людям и пешеходам, которые будут страдать в авариях после 1 апреля. Это приведет к тому, что выплаты по возмещению жизни и здоровью увеличатся, скорее всего, не только несколько раз, а может быть даже десятки, а то и в 20 раз. Нужно честно признаться, что в настоящее время страховая компания осуществляет минимальные выплаты соответственно законодательству тем людям, которые страдают ДТП. Это связано как с самим нормой закона, так и вообще с теми сложными порядками и документами, которые необходимо собирать для того, чтобы люди получали выплаты. Сейчас все изменится. Мы будем платить по другой таблице, причем платить сразу, не дожидаясь всех документов. Поэтому предполагают, что, скорее всего, потерпевшие будут получать существенно больше. Главное – это увеличится максимальная сумма выплат за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших в результате ДТП. Более чем в три раза – до 500 тысяч рублей. И если раньше пострадавшие в ДТП могли получить выплату по ОСАГО только по окончании лечения, то теперь они могут получить денежную компенсацию сразу после аварии на основании справок из больницы. В случае серьезных травм, инвалидности, а также если расходы на лечение превысят размер ранее произведенной страховой выплаты, потерпевшему будет дополнительно производиться страховая выплата в пределах страховой суммы. С 1 апреля увеличены лимиты по ущербу, по вреду, который причинен жизни и здоровью потерпевшего. Потому что, опять же, ситуации бывают различные. И если раньше это было 160 тысяч, то сейчас это 500. Опять мы видим, что подорожание более чем в три раза, а увеличение порядка 40%. То есть здесь я все-таки предлагаю страхователям отнестись с пониманием к этому увеличению и действительно понять, что все направлено на их защиту. Следующими причинами роста тарифа ОСАГО Центральный банк называет девальвацию рубля и высокую убыточность этого сегмента страхового бизнеса в некоторых регионах. Впрочем, уже сейчас разделяется мнение экономистов, что в этих некоторых регионах страховка может подняться гораздо больше, чем на пресловутые 60%. Что касается уровня убыточности рязанских страховых компаний в сегменте продажи полисов, автогражданской ответственности, то этот уровень можно определить как среднеубыточный. И поэтому увеличение цены выше озвученных 60% эксперты не ожидают. Существует того, что в рязанской регионе ОСАГО не настолько убыточный, как в других, что в течение времени струщики постепенно будут конкурировать по цене, и уже будет даже не рост цены ОСАГО, а постепенное снижение к нижней границе тарифа на коридор. Я думаю, что сначала все начнут с более высокой границы. Это раз. Ну и, по крайней мере, те струщики, которые уже зарекомендовали себя и работают более-менее высоким качеством, которые уже заслужили репутацию и доверие клиенту, они будут работать по более высоких границ. Те струщики, которые будут только выходить на этот рынок, и пытаться завоевывать более низким ценным максимальным количеством клиентов, те будут работать по нижней границе. Мнения самих автомобилистов по вопросу повышения полисов ОСАГО также разделились. Одни говорят, что новые тарифы чересчур дорогие, другие же с ними не согласны, так как выплаты покрытия имущественного ущерба в ДТП станут теперь гораздо больше. Несмотря на то, что мы выступаем в подавляющем большинстве на страже законных интересов автовладельцев, водителей, мы целиком и полностью оправдываем и поддерживаем данные повышения цен на ОСАГО. А ведь любой водитель, которому не посчастливится, быть участником, потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии, желал бы возместить свой ущерб, отремонтировать автомобиль не за счет собственных средств, а за счет средств страхового возмещения, выплаченных страховщиком. И стоит задуматься, откуда платить страховщикам присуществующих тарифов ОСАГО. В временах, когда страховщики недоплачивали громадные страховые выплаты, пользуясь юридической безграмотностью водителей, остались далеко позади. И подводя итог выше сказанному, мы призываем отнестись автовладельцев с полным пониманием к повышению тарифов. Накануне стало известно, что счетная палата намерена проверить обоснованность действий ЦБ по повышению тарифов ОСАГО. Также депутаты Государственной Думы выступили с предложением заморозить тариф ОСАГО, существующий на 1 января 2015 года. К другим новостям экономики. Размер социальных пенсий россиян с 1 апреля вырастет на 10,3%. Также на 5,5% будет проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. В Рязанской области апрельская индексация пенсии и ЕДВ коснется свыше 62 тысяч пенсионеров, а также 268 тысяч проживающих в регионе федеральных льготников. Средний размер социальной пенсии в регионе после повышения составит 7 569 рублей. Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению 8 927 рублей. При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе на текущий финансовый год 6 341 рубль. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. До свидания. А теперь о другом. В холле библиотеки имени Есенина, что на Первомайском проспекте, выставлены работы рязанских скульпторов, посвященные памяти жертв политических репрессий. На протяжении апреля горожане могут выбирать наиболее понравившийся им макет проекта памятника. И после такого открытого голосования, как обещают организаторы конкурса, начнутся поиски средств, чтобы установить монумент на одной из городских улиц. В библиотеке имени Есенина открылась выставка, на которой представлены эскизы памятников жертвам политических репрессий. Конкурс на лучшее эскизное предложение стартовал 26 января. Всего поступило 8 макетов памятников. Сейчас установка такого памятника актуальна вообще как никогда. Установить памятник планируется на территории сквера вблизи Скорбящинского мемориала. Целью конкурса является выбор наилучшего архитектурно-художественного образа памятника и определение наиболее удачного предложения по дальнейшему благоустройству сквера. Здесь существует книга отзывов и предложений. С учетом общественного мнения, то есть вашего мнения, если будет перевес какого-либо проекта в ту или иную сторону, то ваше мнение будет учитываться. То есть как решающего. Но у вас останется, как правило, два проекта. И с учетом общественного мнения будет учтен определенный победитель этого конкурса. На выставке присутствовали и сами представители Всероссийского общества жертв политических репрессий. Для людей, на которых была обрушена вся мощь государственной машины принуждения, установка этого памятника скорее дело принципа, чтобы помнили, чтобы такого больше никогда не повторялось. Этот памятник, он будет говорить обо всем. А про нельзя забывать прошлую историю. Хотелось бы, мы это все пережили, но хотелось бы, чтобы наша молодежь повернулась лицом ко всему этому. По окончанию выставки будут подсчитаны голоса, оставленные в журнале отзывов. Ну а 27 апреля состоится подведение итогов конкурса, где будут озвучены его результаты. И рязанцы смогут узнать, какой именно макет будет перенесен в мастерскую по изготовлению памятников. А с пятницы на субботу для евреев наступает центральный иудейский праздник в память об их исходе из Египта – Песах. Песах начинается на 14-й день весеннего месяца Ниссан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 дней вне Израиля. Песах – праздник, который еще называют праздником свободы, потому что отмечается тот день, когда много-много лет назад евреи ушли из египетского рабства на свободу, на свою родину. Они претерпели очень много на этом пути и не сразу пошли, не все дожили, не все сумели перебороть вот этот страх, но самое главное – они освободились от рабства. И это служит примером для граждан всего мира. Надо найти в себе силы и стать свободным, уйти от рабства, каким бы оно ни было – телесным, душевным, информационным, политическим, потому что свобода – это одна из основополагающих черт, которые дает человечеству двигаться вперед. С праздником всех вас! На этой неделе состоялся региональный творческий конкурс среди молодых инженеров «Рязанские кулибины». На выставке представлены изобретения, которые, возможно, уже в ближайшем будущем найдут свое применение в отечественной промышленности. Кстати, некоторым изобретениям наверняка позавидовал бы даже и знаменитый механик XVIII века Иван Петрович Кулибин. В экспозиции конкурса «Моя профессия, мое призвание» представлены работы студентов 23 средних специальных учебных заведений Рязанской области. Будущие изобретатели предоставляют работы в семи номинациях – техническое моделирование, техническое конструирование, радиоэлектроника, робототехника, научные исследования, мультимедийные технологии, программирование и видеофильм. В 2014 году в поселке Еласьме произошел несчастный случай. При переправе утонули шесть человек. Именно эта беда потолкнула студентов и преподавателей Касимовского техникума водного транспорта создать судно, которое работало бы в любую погоду и стало бы безопасным для его пассажиров. Сейчас они уже представляют на выставке макет катамарана на солнечных батареях. Мне стало интересно для того, чтобы для людей стало легче, чтобы перевозить рабочие бригады на место работы, перевозить какие-нибудь грузы и также продукты. Очень приятно то, что ребята, помимо непосредственно той программы образовательной, которую они обязаны получать в техникумах и колледжах, они еще дополнительно занимаются вот именно творчеством, что очень приятно среди нашей молодежи вот такое встретить. Ребята замечательные, если бы с ними вот поговорили. На самом деле просто радуют. Замминистра образования Рязанской области Дмитрий Боков отметил, что такие выставки дают возможность поддержать талантливых студентов. И не исключено, что в перспективе некоторые разработки получат реальное применение. В рамках дипломных, выпускных квалификационных работ хорошо, когда ребята делают вещи, которые остаются в учебном заведении, на которых потом их последователи учатся. Вот в строительный колледж, по-моему, для студенческой работы это более чем достойно. Человек выпустится из учебного заведения, а все остальные будут на этой работе учиться. Мы уже поговорили, посмотрели, как его можно еще дополнительно доработать. Можно видеть внутреннюю обрешетку с применением современных энергосберегающих материалов. Можно наглядно посмотреть фундамент, дренажную систему, внутреннюю и наружную электрику. Ну и, в принципе, оценить все в общем. В регионе сейчас уделяется большое внимание математическому и техническому образованию молодого поколения, потому что обществу нужны перспективные техники и программисты. Студенты Касимовского нефтегазового колледжа разработали оборудование для добычи нефти и газа. Для добычи газа и нефти. Вот. Он состоит из наружной подземного и наземного оборудования. В качестве наземного оборудования мы используем фонтанную арматуру. Фонтанная арматура – это трубная обвязка. Состоит из труб и регулирующих запоров. Она регулирует давление и потоки скважины. По итогам выставки «Рязанские кулибины» экспертная комиссия выберет победителей, которые будут представлять наш регион на Всероссийской выставке летом этого года. Поддержка требуется сейчас и городскому клубу резьбы по дереву. Еще на прошлой неделе в некоторых средствах массовой информации появились известия о приостановке функционирования выставки работ рязанских мастеров деревянного зодчества, а также заодно и кружка детской резьбы. Сейчас двухэтажное здание требует капитального ремонта, а уроки пока не проводятся. Александр Васильевич Зимин основал клуб резьбы по дереву более 20 лет назад. Поначалу мастерская располагалась в деревянном доме на улице Урицкого, а в 1997 году Александр Васильевич получил под проведение уроков дом по улице Новослободской. Из тех самых пор здесь ребята под руководством своего наставника обучаются азам деревянного зодчества. Обычно в группе собирается около 15 человек, и что немаловажно, занимаются дети совершенно бесплатно. Кстати, помимо школы, мастерская уже давно превратилась в настоящий музей. На стенах висит коллекция масок шаржей знаменитостей, которая, по словам Александра Васильевича, насчитывает больше трех сотен штук. Вот в частности Куклачев, Попов, Олег Попов, Хазанов, Никита Михалков. Кстати, прийти и посмотреть на работы рязанского резчика и его учеников можно абсолютно бесплатно. Однако некоторое время назад над городским клубом резьбы по дереву нависла угроза. Была комиссия, созданная, конечно, гордумой, которая пришла, все это дело обследовали, этот дом, на предмет его, будем говорить, прочности и безопасности. Значит, я считаю, что, да, действительно, дом требует капитального ремонта на некоторых участках этого дома. Вот, администрация идет навстречу, она предлагает мне новое, любое, другое помещение. Ну, в смысле, разговор такой был, предложения были такие, конкретного не было сказано, где, что. Но, тем не менее, они ищут и найдут, если необходимо. Но мы хотели бы остаться в этом доме, здесь мы давно, давно-давно и привыкли, нас люди знают. Капитальный ремонт столетнего дома, как считает руководитель клуба, действительно нужен. Необходимо заделать трещину на фасаде, поменять крышу и заново провести электропроводку. Сейчас занятия по резьбе временно приостановлены. Тоже сделали предложение такое, что мы своими силами попытаемся отремонтировать этот дом. И, естественно, потом... Сейчас пока приостановлено обучение детишек. Ну, такое предложение мне поступило, что я всех оповестил, всех, кто... Ребята ходили сюда на занятия, они поняли ситуацию. Так что, ну вот, как только мы сделаем, отремонтируем это все, опять будет комиссия. И я думаю, что все будет нормально. И мы будем жить и радовать и себе, и людей. Средств на ремонт, конечно, не так много. Однако спасти клуб просто необходимо. Ведь резьба по дереву – это как сохранение традиций народного зодчества, так и передача навыков и приемов мастерства молодому поколению. Да и к тому же выставку музея деревянных фигурок ежегодно посещают множество горожан. Помимо этого, резная мастерская Александра Зимина запросто может стать центром привлечения в том числе и туристов. В общем, причин для функционирования городского клуба резьбы по дереву значительно больше, чем для его простоя. А теперь о вещах более добрых. День смеха 1 апреля совпадает с праздником несколько более серьезным, а именно Всемирным днем птиц. Традиция каждой весной проявлять заботу о птицах зародилась, конечно же, давным-давно. Хотя сейчас увлекаются разведением пернатых лишь отдельные энтузиасты. О такой вот рязанской любительнице птиц пойдет рассказ в следующем видеоматериале. Пернатые гости уживаются во дворе Валентины Ивановны Мирной, даже кушают с одной кормушки. Драка конфликтов тут не происходит, хотя есть среди них и хищники. Любительницы птиц фотографируют их через окно, получаются весьма занятные кадры. Я даже сама не ожидала, что столько много будет видов птиц. И ястреб, перепелятник прилетает, этот санитар наш. Прилетают дубоносы. Хотя наши орнитологи сказали, что это редкая птица. Даже сойка прилетает. Самый редкий прилетает лазаревка. Ну, щеглы они бывают только летом у меня, до поздней осени. Дубоносы у нас считаются. Зеленые дятлы, малый дятел, большой пестрый дятел. Валентина Ивановна научилась разбираться в птицах не хуже любого специалиста-орнитолога. А как же иначе? Ведь нужно знать, кто в гости пожаловал. Хотя изначально знаний таких не было, но терпение и интерес сделали свое дело. Любительница пернатых долго и упорно изучала соответствующие книги и теперь знает о птицах практически все. Кстати, прокормить пернатых удовольствие не из дешевых. Наша героиня даже в чем-то отказывает себе. Но кормушки птиц в ее дворе всегда полны. А родственников и друзей просят на праздники не покупать ей подарок, а принести лучше семечек для ее пернатых гостей. Хотя, пожалуй, птицы для нее это уже не гости, а полноправные члены семьи, ведь она их полюбила. Съедают много. В этом году съели два мешка. Мне привозил сразу, я беру, там, два мешка. И вот еще пришлось покупать. Вот килограмм 10 я уже взяла. Это где-то в пределах 80-90 килограмм. Одних семечек съедают. Сало в прошлом году съели 12 килограмм. В этом году не считала, сколько они съели сало. Хлеб белый. Вот сегодня взяла, бух батон. Вот он уже там все кончается. Так что сегодняшний день птиц – праздник нашей героини. Отмечают этот день и в Рязанской городской станции юных натуралистов. Существует необходимость по охране птиц не только учеными, но и широкообщественностью. Самый распространенный доступный способ – это, конечно же, вывешивание скворечников и кормушек. В живом уголке тут можно увидеть попугаев. Живут они на станции юнатов достаточно давно, ухожены и чувствуют себя отлично. И на этом еженедельный информационный выпуск подошел к концу. Таковой выдалась новостная неделя по мнению наших корреспондентов. Желаем вам приятного отдыха в эти выходные. До встречи в эфире программы «Время говорить» на будущей неделе. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова